МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Владимирович Арбузов, руководитель Федерации бокса Тверской области, директор спортивной школы Олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу, мастер спорта России по боксу Александр, здравствуйте. Добрый день. И Станислав Олегович Боржевский, официальный представитель Федерации бодибилдинга по связям с общественностью, член сборной команды России по бодибилдингу, судья с 2021 года, президент Федерации бодибилдинга Тверской области, президент Фонда Союза единоборств Тверской области имени Александра Суворова. Станислав, добрый день. Очень много, все вы крайне достойны, и можно перечислять и перечислять, но мы ограничимся вот этим набором ваших должностей и достижений. Сегодня говорим об том, кого и где объединяет спорт на земле Верхней Волжье, где это какие школы, какие единоборства, что сделано в 2021 году и что нас ждет в 2022, и как то же самое представители Государственной Думы помогают развитию спорта на родной Верхневолжской земле. Итак, начнем по объединению спорта. Мы встречались в этой студии уже неоднократно в 2021 году, говорили, какие планы, что удалось и что перенеслось на год 2022. С кого начнем? Давайте, наверное, Александр, с вас. Да, пожалуйста, давайте. У нас в 2021 год был очень насыщенный, несмотря на всю эпидемиологическую ситуацию в стране. Тем не менее, мы сказать, что бурно его провели, значит ничего не сказать. У нас каждую неделю какие-то были мероприятия, каждый месяц у нас какие-то глобальные, масштабные мероприятия. Ну, я считаю, такие нужно отметить, что касаемо бокса у нас в области. Мы провели 20-й юбилейный турнир памяти нашего первого мастера спорта Тверской области. Это Виталия Карельна, первый мастер спорта СССР. И, конечно же, совсем недавно, в начале ноября, мы после полугодовалого ремонта открыли наш уже называемый храм бокса Тверской области. Это один из старейших залов, которому в следующем году исполнилось 45 лет. Ну, так решили к юбилею, мы сделаем всем боксерам, всем любителям единоборств зал. Тем более, что мы говорили уже об этом студии, да, как раз когда еще ремонт шел, да, мы планировали. Знаете, как у нас девиз нашей федерации, мы не просто говорим, мы говорим и делаем. Даже в соцсетях появился хэштег «говорим и делаем», ну, значит, не просто так. И сейчас дополню ваши слова, то, что у нас он входит в уникальные социально значимые объекты Тверской области, в новые. То есть вложено много средств, много людей было задействовано, ну, и души наши тоже туда вложены, потому что нужно это дело не просто увидеть на картинке, нужно, конечно, делать, ну, нужно там побывать. А лучше и потренироваться еще. Но уже тренировки идут. Конечно, по полному размеру. Мы уже за месяц провели порядка шести соревнований. И сейчас вот сегодня у нас открывается турнир новогодний в памяти первого тренера пролетарки Александра Николаевича Захарова, ну, где участвуют порядка 150 детей из нашей области, из Московской области и из Новгородской области. Поэтому все идет у нас, ничего не заканчивается. В боксе все идет по плану. Станислав, что у вас? Мы тогда встречались накануне вашего такого турнира, да, мы раньше рассказывали о нем, да. Как прошло и что в планах? Как говорится, первым блинкомом, но это к нам не относится. Прошло все на высшем уровне, и организация была, и все нам очень понравилось. Все, кто присутствует, они побывали на нашем турнире. Значит, был и президент федерации бодибилдинга всероссийской, и все отметили, что помимо организации приехали сильнейшие атлеты и показали на высший уровень. Вот, поэтому хочу вам сказать, что все прошло достойно. Федерация реанимировалась с 2015 года, и на следующий год мы также уже запланировали проведение турнира. Сегодня был спорткомитет, значит, обговорено, и подана заявка на проведение регионального турнира осенью, а весной также будет проведен турнир в рамках определенных категорий. Поэтому все хорошо, все развивается, все идет согласно плану. Слушайте, так прям душу греет, да? Вот вроде бы как-то вот выйдешь на улицу иной раз, а вот что-то морозно как-то, да? И как-то в магазин все дорожает, а здесь все хорошо, да? Да, и еще можно вот я отмечу в рамках союза единоборства о том, о чем мы также говорили в прошлой программе. Значит, здесь у нас также все развивается и идет согласно плану. Значит, сейчас регион, у нас занимаются от региона детишки по социальным программам более 160 человек, то есть 108. В следующем году мы будем, значит, увеличивать количество до 500 детишек. Вот, значит, взаимодействуем в духовно-патриотическом воспитании, взаимодействуем с офицерами России. Буквально сегодня, когда ехал к вам, созванивался с Липовым Сергеем Анатольевичем, это возглавляет офицеры России, значит, герои России. И поэтому мы проговорили о патриотическом воспитании, будем организовывать совместные интересные проекты для детей. Ну и также будем, как бы, что мы и делаем, приучать и, значит, детишек к спорту и популяризировать здоровую жизнь. Ну, в сущности, мы сегодня собрались не для того, чтобы галочку поставить, вот как на трибуне, год прошел, коротенько, на 40 мы доложили, какие соревнования провели. Нам нужно выработать и продолжить разговор по концепции именно молодежной какой-то политики относительно того, как нам детей и молодежь вообще вовлекать, вернее, отвлекать, отвлекать от чего-то вредного, от тех же самых наркотиков, от какой-нибудь заразы в социальных сетях. Вот буквально на этой неделе мы встречались и говорили, как противодействовать экстремизму и терроризму, тому же самого, где они хватают идей, находясь, кажется, дома, за своим компьютером. Но, тем не менее, стержня нет, податься некуда и, пожалуйста, мы имеем. Вот сегодня была ситуация, я вот когда сюда ехал, как раз слышал выступление президента, да, вот, ответ на вопрос, и как раз был четко задан вопрос, как будет государство реагировать на деструктивное воздействие социальных сетей и деструктивного контента на умы подрастающих поколений молодежи. Будет ли регистрация в интернете по паспортам и так далее, и так далее, как это будет отслеживаться. Вот мы, кстати, на предыдущей передаче и на позапрошлой передаче отмечали, да, мы сначала обсуждали стрелка в школе, потом обсуждали стрелка в университете, который посредством деструктивного контента и потребляя эту информацию, один был игровой, так называемый парень, второй, определенные, исповедовал принципы, совершенство рации и так далее, и так далее, да, уже туда залез. Вот, но мы четко должны понимать эту ситуацию, что противодействовать этому надо очень сильно, во-первых. Во-вторых, если учитывать ситуацию, которая у нас сложилась именно от УФСИНа, то, что мы хотели, да, и мы с вами являемся членами общественного совета УФСИН, у нас наибольшее количество правонарушений связано с статьей 2028, часть 1-2 Головного кодекса Российской Федерации. Практически большинство колоний сидят за этой статьей. То есть молодые ребята в возрасте, там, грубо там, 20-21-22 лет сидят за сбыть наркотик. И вот в этой ситуации как раз мы обсуждали с вами конференцию, которая прошла в марте в Москве, это союз православных женщин города Москвы, которые поднимали проблему деструктивного воздействия средства и социальных сетей на молодежь. И там выступали видные психологи и представители Государственной Думы, и Советы Федерации, и патриархии, и так далее, и так далее. Нужно было выработать какие-то механизмы воздействия, на самом деле, потому что это очень важно. Вот, хотел бы, наверное, сказать уже о планах на 2022 год, если мы будем разбирать управление Федеральной службы исполнения наказания. Не хочется, хочется, чтобы все общественные организации, гражданские институты четко понимали ответственность. Что бороться с следствием-то это правильно, это нужно делать, но лучше искренять причину. Потому что причина, она порождает огромное количество следствий, причем настолько быстро, что мы не успеваем за ними гоняться. И здесь нужно четко понимать какую-то единую концепцию. Я вот как раз хотел к Юле обратиться за помощью по этому вопросу, чтобы было четкое понимание. Что бы хотелось, допустим, видеть? Мы бы могли на базе УФСИН пригласить к себе представителей комитета по, или отдела по борьбе с наркотиками. Да, это уже управление. Управление, управление уже целое, да. Поработать с несовершеннолетними, обязательно представителя отдела образования Тверской области. Для того, чтобы с ними эту ситуацию оговорить. Показать цифры. Эта цифра, она превышает тысячу, допустим, если мы по году будем считать. И сказать, что нам нужно провести совместное совещание. Целью этого совещания будет уже непосредственно приглашены директора школ всех. Допустим, сначала Твери, потом области. Пригласить туда видных психологов, детских психологов, которые должны по поведенческому фактору детей вывести определенный алгоритм, который позволит задуматься классным руководителям, директорам учебных заведений, что нужно вот сейчас уже что-то предпринимать, бит на бат, дети ведут себя определенным образом, а это образом уже нежелательно, да, то есть дети попадают под некую негативную социальную среду. Это был бы очень важный фактор и очень бы интересный пример для того, чтобы все наладили некое взаимодействие между собой, гражданские институты и силовые ведомства, для того, чтобы получился некий результат. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу, потом продолжим. Еще раз здравствуйте, тема дня в эфире. Сегодня говорим о роли, в том числе спортивных, молодежных организаций в предотвращении пристрастия наших детей и подростков, в том числе к наркотикам. Итак, Александр, вы говорили о планах на 2022 год относительно такого общего собрания выработки единой концепции, можно сказать, что на базе УФСИН России по Тверской области. Да, мы не хотим бы, не хотелось бы, конечно, просто, я говорю, быть статистами в этом вопросе. Мы должны что-то делать. Общественный совет, он должен что-то предлагать, какие-то решения, опираясь на государственную власть, да, и мы же тоже какие-то со своей стороны предложения выносим в этом вопросе. Вот смотрите, у нас есть, где начинается воспитание? Воспитание начинается, в первую очередь, в семье, а потом оно идет в школе. А на предыдущих передачах мы разговаривали, почему вот ребята очень важны, и спорт очень важен, да, что тренера, это те же самые педагоги, те же самые учителя, те же самые вторые родители. И они получают там помимо физического воспитания, еще духовное воспитание и патриотическое воспитание. Это будущие защитники Отечества, это те, кого мы на завтра оставим в эту страну, и они будут дальше вести ее к подвигам и свершениям, опираясь на тысячелетний опыт Российской империи, которые не нужно забывать, кстати, абсолютно. Поэтому в этом контексте очень важно опираться на спорт, как на движущий фактор отвлечения детей от улицы. Но улица не в том смысле, что улица, как раньше, это была плохая компания, а именно улица с точки зрения неких сообществ, которые посредством лайков, каких-то хайпов, так называемых, в соцсетях пытаются совершать те или иные противоправные действия, получая от этого некое удовольствие. Юль, что у нас в Государственной Думе? Вы, как депутат Государственной Думы, в силах помочь развитию спорта на Тверской земле? И как вы видите вот это привлечение молодежи, вернее, увод ее от дурных мыслей в голове, прежде всего? Да, хорошо. Спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь я хочу сказать, что на самом деле я еще сама как бы в категории молодежь, да, и поэтому, когда мы говорим... Ну, понимаете, о чем говорим, да? Конечно, поэтому я общаюсь каждый день с ребятами и вижу совсем, ну, очень разные истории, да, то есть истории, ну, вот и у ребят, я уверена, много примеров, когда буквально там из какого-то деструктивного, да, такого асоциального поведения, да, ребята приходили там в спорт или, например, к нам там в волонтерскую деятельность и видели, что можно по-другому и меняли, ну, свою жизнь, да, и на самом деле наша задача, как и государство, как и, ну, такого третьего сектора некоммерческих организаций спортивных, создать вот эти условия, возможность, да, для того, чтобы у ребят эта возможность была. Самое страшное, когда ее нет, да, то есть тогда, ну, как бы... Мы теряем, да, мы теряем ребят, они уходят в ту деятельность, в которой ничего хорошего в том не случается. Да, и возможность не только в плане выбора, что вот есть раз, два, три, 15, 20, но и в плане материальной возможности тех же самых родителей платить за своих детей, возможностями. Да, именно так. Ну, и здесь два вот, да, важных момента я услышала. С одной стороны, по поводу контента, да, то есть в Государственную Думу уже внесен, рассмотрен, ну, в первом чтении законопроект, который позволяет блокировать сайты, контент в досудебном порядке, если он нарушает законодательство, да, то есть была такая коллизия законодательная, да, то есть что раньше, пока суды идут, сайты с деструктивным контентом, они остаются... Они существуют, и еще сколько сотен человек они могут провести? Да, до судебного решения они, как бы, оставались, ну, вот, в открытом доступе. Сейчас законопроект, как бы, рассматривается, я уверена, он будет принят, и уже с момента выявления этот контент будет блокироваться и не будет больше доступен. Это как вот к вопросу о социальных сетях, сайтах и так далее. Здесь и вот эти казино, да, вот наши казино, и понятно, что распространение любого там продажи документов поддельных, ну, и распространение запрещенных веществ. Соответственно, что касается вообще в целом контента, конечно, это очень непростая задача. Мы живем в таком перенасыщенном с информационной точки зрения мире. Еще там 30 лет назад это сложно было представить, а сейчас это совершенно новые вызовы. И не случайно в Государственной Думе есть отдельный комитет, который занимается задачами, связанными с цифровой трансформацией и нашего государства, и всего мира. Что касается молодежной политики, я, как вы уже сказали, вошла именно в Комитет по молодежной политике. Я считаю, что он очень-очень важен. И впервые в Государственной Думе тоже он как отдельный комитет сформирован. В части спорта перед нами стоят задачи, в том числе выработки таких вот мер поддержки некоммерческих организаций, которые работают с молодежью и работают в том числе в части спорта. Потому что у нас есть ребята, которые, например, хотят заниматься спортом. Я встретила на Бульваре Цаново этим летом ребятишек, ну вот, не знаю, там 7-10 лет. Они мне показывали видео, как они на выбивалках воркаутом занимаются. То есть у них матрас старый лежит под этими выбивалками, потому что они вот учатся, там, как там эти... Воздушная акробатика теперь, это спорт. Но у нас же есть площадки в городе, где можно этим заниматься? Есть, есть. Но понятно, что ребятня выбегает в свой двор и ехать куда-то в центр города занимается. Когда здесь можно приспособиться? Ну, тем более 7-летний мальчик не поедет на городской пляж заниматься воркаутом. Он хочет выйти, чтобы у него была эта инфраструктура. Это наша задача вместе там. Все вместе, да, сделать так, чтобы у них в доступе была такая вот возможность. А что касается, ну, чем занять ребят, очень важный шаг сейчас сделан в части занятости подростков и молодежи. Минтрудом разработан, и мы в комитете рассматривали большую долгосрочную программу содействия занятости молодежи. Эта программа утверждена, уже подписана, где будут целый ряд мер, содействующие именно трудоустройству ребят уже в подростковом возрасте, их профориентации, ну, такие, возможность заработать первые деньги, да, то есть вот эти вот вещи, мне кажется, тоже очень важны. Потому что почему у нас ребята, да, то есть начинают, ну, они хотят заработать какую-то, да, вот рубль-копеечку. Ну, конечно, когда те же самые вот закладки, тебе очень легко кажется, да. До пяти тысяч рублей в день. До пяти тысяч, да, они предлагают, думают, о, что такого-то я сделаю, да, и, может быть, даже не доходит, не всем донесено, что это уже уголовная ответственность, что ты можешь поломать себе всю судьбу, вот оказалось. Вот и об этом нужно разговаривать в школах. У нас же есть предмет ОБЖ, основа безопасности жизнедеятельности. Давайте введем там обязательный факультатив, для родителей введем факультатив, чтобы родители детям это объясняли. Почему про оружие говорили в прошлый раз? Почему с 21 года? Это потому что уже опыт есть какой-то жизненный, уже человек в армии отслужил. Он, как минимум, закончил уже какую-то образовательную лицензию у него есть уже. И он понимает, что за преступлением следует наказание. 18-летний ребенок может просто, опираясь на свой этот юношеский максимализм, его обидели во дворе, он поднялся, взял ружье, спустился, всех расстрелял. Мы же это прекрасно понимаем. Нужно работать с детьми, чтобы объяснять, в том числе, и законную сторону вопроса, что за каждым преступлением стоит наказание. Вот правильно, Александр, вы предложили именно вот это ОБЖ, потому что у некоторых в голове складывается, как у меня ОБЖ, представляете сразу, как это раньше военное дело, или как у нас называлось-то, это сборка-разборка автомата Калашникова, да? Или если ты там в тире... В самом названии безопасности жизнедеятельности. А это на самом деле она и есть. Переход через дорогу, соблюдение знаков. Ты обеспечиваешь себе будущее, безопасность своего будущего, зная законы, ты, как предупрежден, значит, вооружен. Вот я хочу рассказать, как пример, да, вот такой практики. Очень большой вклад в этих вещах есть от некоммерческих организаций. У нас, у фонда Твери, которым я руковожу, который продолжает свою деятельность, есть программа для подростков, которые без попечения родители остались. И вот у нас есть прям проект, который учит их вот таким социально-бытовым навыкам, как заплатить за квитанцию ЖКХ, что такое мошенничество, да, то есть в том числе финансовое. Это же крайне актуально сейчас. И вот в том числе, да, то есть вот эти вот моменты связанные, ты ищешь работу, ну, как бы, как не попасться, ну, вот к таким противозаконным, да, вот работодателям. Черный рекрутинг. Да, это же на самом деле, ну, реально такой вот социально-бытовой навык, который нужен каждому нашему ребенку. Кстати, ребят, вы с трудными подростками, у вас вот как вот приходят же к вам семьи, мы тогда разговаривали, да, что есть отдельное даже, может быть, направление работы с детьми из, так называемых, неполных семей, да? Да. Может быть, которые состоят на учете. И как здесь, есть ли взаимодействие с теми же самыми отделениями ПДН по делам несовершеннолетних? Ну, знаете, как, вот я еще руководитель, директор школы спортивно-олимпийского резерва по боксу и кибольсингу, и касаемо, проводили статистику по Твери, просто взять Тверь, один город, большинство детей, которые занимаются в этой школе, то очень большой процент неполной семьи. То есть дети растут, ну, под опекой мамы, скажем так. Вот, соответственно, влияния отца нету, примера отца нету, отсюда все вот эти непонятные вылазки куда-то, по городу, не по городу. Ну, сейчас, на данный момент, мы плотно очень работаем со всеми структурами, которые следят за такими детьми. Очень плотно работаем с отделом полиции, который это все дело контролирует. Раз в месяц, а то и два раза в месяц мы регулярно, я приглашаю наших тренеров, ведущих, которые детям рассказывают там о пользе не только там бокса, либо каких-то единобросов, а просто о пользе спорта, скажем так, как духовно-нравственного воспитателя, как такового мужчины в жизни, понимаете? Ну, как бы так вот. Как вот мы говорили часто, что необходимость педагогов, среди педагогов мужчин, хотя бы тоже самое ОБЖ или физкультуру, чтобы ввел мужчину. Обязательно. Это как бы тоже важно. И что тут говорить о спорте? А вот, кстати, положите, например, они приходят к вам, они видят, они занимаются. То есть здесь вы, как мы тогда и говорили, вы следите и за успеваемостью в школе. Вы смотрите, они вам часто рассказывают то, чего не рассказывают, может быть, той же самой маме. У нас, знаете, как у нас тренеры, даже вот я и в той программе говорил, у нас берут дневники на проверку воспитания, кто тренируется, дети, они берут дневники и проверяют, то есть дают вопросы, слушай, а почему, допустим, на этой неделе у тебя были такие оценки, а сейчас вот такие оценки. И воспитывают такой, знаете, дух соперничества, здоровый дух соперничества среди ребят. Они смотрят друг на друга, а чем я хуже, а почему я вот так вот, знаете, у него внутренний голос его говорит. И я вижу, что это работает на самом деле, и все вот эти приемы, да, тренерские, они сейчас у нас внесены во все наши 17 муниципалитетов, где у нас развивается бокс. И даже вот открытие зала, о котором вы сегодня говорили, это прежде всего на мельницу нашей тверской молодежи, которые в новых условиях могут заниматься, в цивилизованных условиях. Во-первых, в цивилизованных, во-вторых, когда на открытие приезжало руководство Федерации бокса России, они пришли просто и сказали, у нас таких залов в России, боксерских, с таким дизайном, скажем так, ну, не говоря о каких-то там специализированных, скажем так, принадлежностей, да, зальных, то по дизайну и по красоте, так как это еще памятник архитектурного здания, вот, по дизайну и по красоте, это, ну, самый-самый. Это мне вспомнилось, Александр Валерьевич, я вспомнила, когда у нас открыли новое здание СИЗО, то говорили, что вот почему-то так нам, что вот у нас в России, у нас такое первое здание, а почему, а все то же самое, может быть, вот почему я здание СИЗО вспомнила. На ваш взгляд, полезно ли проводить вот такие вот профилактические визиты детей в то же самое СИЗО и посмотреть, к чему это приводит, может быть, сказки о том, что там пионерские лагеря, они и останутся сказками, тем более, что условия-то сейчас улучшаются. Вы знаете, на меня большее впечатление произвело немножко другое, не посещение СИЗО, там же сидят разные возрастные лагеря в СИЗО, да, и они еще, многие там находящиеся, они еще не являются осужденными, они подозреваемые, посредственные, они могут быть и оправданы. А вот когда попадаешь в колонию, и когда вот стоят вот эти вот кровати, да, и на них, на каждой кровати есть табличка, кто осужден и так далее. И за что статья? Когда ты видишь возраст, 20 лет, и год выхода из этой колонии, там, 2032, вот тогда это очень сильно отрезвляющий фактор, когда человек должен здесь провести еще ближайшие 10 лет, понимаете? И это живой человек, на его лицо можно посмотреть, вот он. И он сидит за определенное противоправильное действие, и он уже наказан и отбывает свое наказание. То есть он в этих стенах проведет 10 лет своей жизни, понимаете? И уже эти года не вернуть. Можно выйти оттуда социализированным, да? То есть ресоциализация должна проходить в рамках колонии, а можно выйти десоциализированным и совершить противоправное действие. И здесь очень много факторов включается. По ресоциализации осужденных, чтобы он вышел достойным членом этого общества, влился в социум наравне со всеми. Потому что управление Федеральной службы наказанием, мы уже это говорили, это зеркало нашего общества. Он должен смотреться и видеть изъяны, потому что это изъяны нашего лица. Да, как смотреться на себя. И это обязательно структурно. Поэтому я бы, наверное, в колонии. Ну да, да, а почему нет? Их лучше бы организовал. С учетом того, что, да, говорили, что у нас лучшее здание, мы как раз с Александром, находясь в общественном совете, а еще длительная была общественная удалительная комиссия, мы бились за улучшение условий нахождения там, да, конечно, это люди. Мы все время говорили, что условия улучшаются. Но действительно, молодому поколению, и может быть, с вашими воспитанниками, стоит вот через Александр договориться. У нас это открытая довольно-таки служба, которая наверняка вас проведут в какой-либо колонии, которая расположена недалеко, и действительно это показается. Как раз, да, на последнем рабочем совещании в рамках Союза единоборств мы приняли решение, что мы будем взаимодействовать непосредственно с трудными подростками, о чем вы сейчас сказали. И как раз это будет неплохой вариант для того, чтобы их привести и показать, что это такое, какая жизнь там. Что это такое? Я думаю, что это определенный отпечаток наложит на трудных подростках, и они уже сделают правильный выбор. Да, да, да. Потом Юля сказала правильно, что вы недаром большое значение уделяете и трудовой занятости. Здесь неважно, куда, называется, лишь бы ребенок, молодой человек был занят, да, а спорт ваш, вообще любой спорт, это всегда труд. Вот только вот накануне, вот здесь за кругом столом, мы рассуждали о том, что плохое может прийти в жизнь человека без особых усилий. А чтобы добиться хорошего, чтобы добиться, допустим, каких-то результатов в спорте, результатов в искусстве, надо работать. И как бы вот это-то человеку надо вкладывать с детского возраста, совсем с детского возраста. Я бы хотела, знаете, что еще очень важно отметить. Вот у Федерации бокса 17, да, вот 17 по территории отделений. Но есть территории, где нет, где нет ни отделений бокса, ни отделений других федераций. И на самом деле это такой вот очень важный вызов для нас, для всех, каким образом, да, то есть вот развивая там систему дополнительного образования для детей, доступности этого спорта, да, или физкультуры каких-то секций, как сделать так, чтобы у нас в каждом, да, вот в любой территории ребята могли вот либо иметь возможность трудом заниматься физкультурой, спортом, потому что есть территории, где такой доступности, к сожалению, она очень низкая. Я не говорю о ребят с особенностями, где у нас это очень остро стоит вопрос. Буквально вот две недели назад у нас было совещание в Министерстве образования. До этого проводили круглые столы. И о доступности физкультуры и спорта, не достижений, не спорта достижений, да, то есть массового спорта для ребят, у которых есть особенности. Да, особенности развития, да, это отдельная тема. Мы тоже, кстати, собирались по этому поводу здесь за круглым столом. Кстати, ну вы, приглашая детей, ребят, в свои секции, вы же, конечно, это хорошо, если будут чемпионы, да, но вы же по большому счету не для каждого ставите такие вот вершины покорить. Главное, чтобы человек занимался, да, и развивал себя. Помимо того, что, естественно, мы хотим заинтересовать ребенка, хотим заинтересовать и показать, что, какой мир вокруг. Например, вот недавно, также в рамках рабочего совещания, я посетил Суворовское училище. Первый раз по приглашению. Первый раз, да? Это уже в новом графе. Знаете, ну, я был шокирован. Это как Александр рассказывал про то, как первый раз в колонии. Да, да, я вот в Суворовское училище. И вот как раз хотели также в рамках нашего союза, хотели взаимодействовать с Суворовским училищем, наладить какую-то коммуникацию по вопросу проведения, может, соревнований между ребятами, да, для того, чтобы мы привезли наших воспитанников в Суворовское училище, и ребята увидели, что это такое. И у них появилось желание заниматься спортом, да, и идти дальше. То есть, и изменить жизненный путь. Это про тех детей, о которых мы говорим непосредственно трудных подростков, я имею в виду. Ну, вот видите, у них уже есть, будет возможность посмотреть, две стороны жизни, да? И с одной стороны там, по ту сторону, и по эту сторону. Мы обсуждали по поводу авторитетности, да, в данном случае тренеров. Это же очень важно, да? Ребенок будет слушать человека, если для него мнение будет авторитетным. А тренера – это авторитетные люди для подростков, для детей. И они, соответственно, будут бояться их подвести своими оценками, своим поведением, чем-то еще. Ведь это очень важно. И второй момент, который нужно понимать, вот Юля сказал, очень такой важный момент. А вот там, где нет секции бокса, есть бизнесмены и предприниматели. Этих конкретно областей. Так вот, нужно задуматься, что это нужно всемиром делать. Мы же это делаем для будущего, завтрашнего дня, не для себя. Мы-то уже в жизни чего-то добились, да? Мы уже получили и образование, и у нас есть у самих дети, у меня скоро будут внуки. Я прекрасно эту ситуацию понимаю. Но есть бизнесмены, коммерсанты. И вот я хочу к ним обратиться и сказать, задумайтесь над этим. Да кому мы завтра это все оставим? Поэтому они тоже должны управлять инициативу на местах. Если есть какие-то помещения, брать помещения, оборудовать под спортивные залы, с Александром связываться, говорить. Александр, вот хотим, вот можем предоставить помещение, да, даже поможем. Вот пришлите тренировку. И самое главное, что, как Александр сказал, это все работает. В данном случае, допустим, ребята, вот у нас в колясине, допустим, не было никогда бокса. Там ребята организовались сами, ну, занимались какие-то там торговлей, у них фирма своя. Ну, видим, что, ну, действительно, там, ну, такой, знаете, как контингент от 10 до 16 лет, ну, просто болтается, слоняется, никак не востреблено. Ну, решили сделать на своей, там, где-то территории, там, своей торговой фирмы, какой-то небольшой зальчик. Так знаете, сколько народу сейчас там занимается? Мы, значит, благодаря нашему спорткомитету им передали ринг боксерский, вот, где на нем занимается сейчас порядка у них, там, 80 детей, не считая взрослых. Слушайте, это великолепно. Это к вопросу, да, взаимодействия, да, спорта и бизнеса. Да, всем миром. Да, всем миром. И еще факт, чтобы четко было понимание, чтобы зрители четко понимали, речь не касается именно бокса или именно плодебилынга. Любой федерации спорта Тверской области. Здесь развивайте, как говорится, что хотите. Хотите, там, байдарки, плавание, если есть река, что-то еще. Важен спорт в принципе. Спорт как жизнь. Как уход от негатива. Александр сказал уже, да, тут в любом виде спорта есть, неважно, там, один, два, три, пять успешных людей, которые, ну, чем-то когда-либо занимались и какие-то хорошие, прекрасные воспоминания у них связаны именно со своим видом спорта. Нужно просто их аккумулировать, этих людей, и получится очень хороший результат. Вот я, например, уже много лет, мы отчаянные лыжники, но я просто знаю, как пример нашей Натальи Непряевой, да, как воодушевляет. Когда ты смотришь, да, сейчас идет зима, да, и видишь, какие она результаты покажет, это же вообще очень здорово, что это объединяет. Или туризм взять, хотя любой абсолютно вид спорта, он действительно требует вложений, сейчас дешевого, ничего нету, чтобы была база, да, и здесь нужно помогать. Да, конечно. Изумительно, что у нас впереди, что мы можем сказать на 22-й год, еще что интересного, и каким образом привлечь нам можно детей, куда обращаться? Ну, опять же, повторюсь, я все программы говорю, что у нас, у меня в спортшколе для детей, занятия все бесплатные, у меня только в одной пролетарке, в этом новом зале, не руется порядка 250 детей, всего в школе числе 600, в федерации действующих спортсменов, также детей, 2,5 тысячи людей, народу. А что касаемо вообще, так проводили статистику общую, ну, так, знаете, как говорится, социум такой провели, и 4,5 тысячи у нас в Тверской области занимается боксом, то есть он, как, знаете, как футбол, хоккей, вот эти команды виды спорта уже обрел, давно уже обрел массовость. Вот, и сейчас уже не то, что, знаете, как модно, не люблю это слово по отношению к спорту, а очень люди поняли, что это полезно, что это развитие определенных координационных своих способностей, это развитие какой-то там интеллектуальной способности. Да, когда у нас целая передача была бокс посвящена, мы говорили, что это великая, великая интеллектуальная спорта. Так надо уходить от стереотипов, понимаете, защищать, а не нападать, понимаете, показывать красоту тела, а не пугать. У нас же тоже перехлёсты начинаются, а в бокс, ну, значит, нападать. Вот это нужно истреблять, понимаете, вот это нужно истреблять, вот это очень важно, объяснять правильно это, что в спорте есть жизнь. Станислав, мнение сложившееся про бодибилдинг тоже очень много, да? Да. Вот вышел, вот, ему бы как бы это, ему бы только давать недоразвитый район, как Райкин говорил, да? А он здесь эту мышцу и показывает. Да, ему бы более похатило, опаду дать бы ему сейчас. Да, но бодибилдинг, что касается, вот небольшой ремарк, бодибилдинг множество категорий, есть и девы, там у нас категория, и бикини, да, это модельные девушки, к ним трудно подобрать слово, бодибилдер, которые вот уже ассоциируются, и ребятам, инстанции, поэтому, да. Ну, и на них слово найдется, в народе, в народе, да. Да, 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 поэтому мы за развитие здорового образа жизни, спорт выбирает каждый по себе, а мы за развитие здорового образа жизни. Красота духа, красота тела. Сейчас многие, кстати, бодибилдеры занимаются боксом, в том числе и в нашем новом зале. Ну, мы говорили, да, уже и раньше говорили, что к боксу, и как начинают, так и в результате приходят любые спортсмены. Юль, скажите, будет ли какая-нибудь надежда, вот, коль мы начали говорить о тех самых районах, надежда будет, как и успехи уже есть, да, в тех районах, где пока, ну, некуда особо детишкам-то податься, что делать-то нам прикажете? Ну, на самом деле, тот путь, который вот Александр, да, обозначил, мне кажется, он абсолютно имеет место быть. Всегда в чем, как бы, нужна вот эта искра, да, то есть нужен человек, который горит какой-то идеей, каким-то вот желанием что-то делать. Мы же знаем все эти истории, вот, там, тренер из Радченко, Миша, да, Михаил, вот, то есть, ну, как бы, вот он переехал туда жить, один человек сделал секцию грибную, его подопечный чемпионом мира стал в этом году, трехкратным, трехкратным чемпионом мира по гребле. Там есть у нас тренер тоже, девочка, уехала жить там в район, решила, в своей школе она учителем просто работала, решила, ну что, нет секций, буду я тренером, и так далее. Вот, мне кажется, наша общая задача, это вот эти искры находить и сообща, вот, как сказали коллеги, да, всем миром, помогать это делать на тех территориях, где у нас там, ну, таких вот отделений федерации нет, но я уверена, там есть люди, которые горят, я это вижу по своей работе, да, то есть мы занимаемся там благотворительными социальными проектами, и нет территории, где мы не найдем отклик. Если мы приходим там, условно, в Санково и говорим, нам нужна помощь, давайте там, скооперируемся, пойдем бабушкам одиноким поможем, находятся люди. Я уверена, если мы, ну, вот в формате какой-то коалиции, или мы поставим перед собой задачу, чтобы, не знаю, в каждом поселке был тренер, который будет там своим видом спорта каким-то, да, с ребятами заниматься, то у нас все получится. Главное, ну, это объединить усилия. У нас, кстати, в Федерации бокса есть такое направление, программа уже, скажем так, она общероссийская, мы подхватили с Федерации бокса России эту стафету, и у нас программа уже реализуется, это сельский бокс. Мы, значит, на станции Старица, это порядка 15 или 20 километров от города. А сейчас мы открывали там просто соревнования, а соревнования у нас просто четыре стойки стоят в детском зале, и вокруг натянуты обычные советские вот эти канаты. То есть это был импровизированный ринг такой, где детишки. Юля увидела, я смотрю, глаза горят тоже. Хочется, вирус хочется одеть. И сейчас мы, опять же, благодаря Федерации бокса Тверской области, ее партнерам, приобрели в эту детскую школу ринг полноценный, где сейчас будут весной, нет, не весной, в январе, в конце января должны провести уже соревнования первые. Плюс к этому всему мы приобрели ринг в город Кувшиново, где у них там порядка, уже в школе порядка 40 лет, тренер работает, Муранов Сергей Саныч. Вот тоже им провели тренировочный ринг. Сейчас у них, они звонили сегодня буквально, приглашают нас на соревнования. Кстати, Юля, если будет время, тоже посмотришь, как все это выглядит именно в таких местах, как на селе, вот именно среди вот этого, знаете, теплого такого места, знаете, душевного. Ну, конечно, где все друг друга знают, но что, это великолепно. В планах у нас зато Озерный, в планах у нас Киморский район с теми же визитами, с приятными подарками, со всеми установками рингов и так далее. Еще, знаете, хочу добавить в вопрос территории. Мы обсуждали в нашем комитете, знаете, такой формат, инициативы, связанные, вот есть же земский учитель, земский доктор, мы обсуждали земский тренер, да, потому что у нас же есть спортивный факультет, ребята его заканчивают, там, выпускники. Да, у нас же свои ресурсы. Чтобы у ребят, да, вот пока как инициатива, но мы ее обсуждаем, чтобы у ребят был стимул поехать, ну, там, куда-то в территорию, там остаться и заниматься, да, то есть чтобы были какие-то... Там же платится определенная подъемная сумма, так называемая, порядка миллиона рублей, грубо говоря. Можно даже жилье получить человеку. Это очень серьезно, если есть тренер, у него есть семья, он уже все, фактически, он уже может... Да, ну, я рада, что поддержка есть, но вот такая инициатива, идея есть, и она сейчас в нашем комитете в том числе обсуждается. Вот представляете, если бы местные средства массовой информации наши региональные осветили вот судьбу такого человека, который приехал, организовал, да, вот на село, это вот уже готовый пример. Тем более, что сейчас вот с развитием волонтерского движения, молодежи-то, по большому счету, есть, есть чем заняться. У той же пандемии появились свои плюсы, потому что она в чем-то объединила людей, да, которые раньше были разобщены, да. Где тонко, там порвалось. Вот ничего напрасного не бывает. И мы это увидели, да, где нужно усилия прилагать, в каких направлениях, чтобы вот это звено, оно было целым. Я очень рада, что, как бы, нашли здесь такой общий язык. Мне бы хотелось от вас услышать, 22-й год тоже не обещает быть простым, пожелания жителям нашего региона. Юлечка, давайте начнем с вас. Вы вот что вот видите, из чего вы хотели пожелать такого вот самого? Пусть и новогодние, нас уже будут смотреть, наверное, в январе, поэтому просто на год. Я, конечно, от всего сердца хочу в первую очередь пожелать всем нам такого, вы знаете, вот этой искры внутри. Когда мы горим тем, чем мы занимаемся, тем, что мы делаем, то у нас, во-первых, это получается хорошо, и вот истории ребят этому подтверждения, да, то есть они горят своим делом, и поэтому вокруг них куча ребят, спортсменов, которые достигают успеха вместе с ними. Поэтому если каждый из нас будет вот таким, такой искрой для тех, кто нас окружает, то мы будем самым, самым таким благополучным, искрящимся регионом. А я вижу этих людей вокруг себя, и желаю каждому из нас это чувствовать внутри. Юль, а куда к вам обращаться, кто вот прям вот загорелся, вот я, это искр. Куда звонить, куда обращаться? Ну, я продолжаю руководить фондом Твери, это некоммерческая благотворительная организация. Мы занимаемся помощью старшим, гуманитарной помощью семьям, погорельцам, ну, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Если вы хотите помогать вместе с нами, то можно зайти на наш сайт, в любой социальной сети фонд Твери, и у нас есть телефон 415307. Звоните, мы будем рады. Станислав, слово бодибилдеру, что вы можете сказать жителям региона от такого вот мужчины. Ну, я бы хотел, прежде всего, поздравить всех с наступающим Новым годом, хотел бы пожелать всех благ, всего наилучшего, здоровья, прежде всего, и хотел бы еще сказать одну вещь. Дорогие друзья, вместе мы сила, нам надо объединяться, и вместе мы уже настоящая сила. Поэтому приходите к нам, с нами, за здоровый образ жизни, за спорт, и все получится. Да, а красивая фигуроченька, мы никогда не помешали. А это уже, да, 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 это само собой. Александр Владимирович. Хочу всех телезрителей, жителей поздравить с наступающим Новым годом. Ну, уже столько всего перечисли, как говорится, пожеланий. Но на себя хочу добавить то, что верьте в себя, уважайте старших, и ведите здоровый образ жизни. И еще давайте раз напомним, куда можно прийти, вот, может быть, родители нас еще услышат, куда можно отдать своего ребенка. Или уже поздно, или это 1 сентября прошло, уже поздняк мы так. Нет, у нас учебный год именно в школе по боксу и киборсингу начинается с 1 января, ну, то есть с Нового года. Как ни странно, вот, в любое место, телефоны везде есть, в социальных сетях, вы забиваете федерацию, либо школу по боксу, и все там высвечивается, все контакты. И все объясните, с какого возраста, кто, да? Конечно, все там, все объясняют, с какого возраста, какие занятия, какой район города, какие залы и так далее. Ага, понятно. Александр Валерьевич, от вас, насколько вы питаете оптимизм к году 2022-му? Ну, вот, хотел сказать, также поздравить всех хотел с наступающим Новым годом, желать, в первую очередь, всем крепчайшего здоровья, потому что это самое основное, от чего нужно отталкиваться. И знаете, вот есть фраза такая, пока мы жалуемся на жизнь, она проходит. Здесь нужно четко понимать, еще одну фразу услышал, она мне очень понравилась, живем один раз. Мы умираем один раз, живем мы каждый день. Так вот, нужно стараться прожить так, чтобы этот день был длиной в жизни. И ты, ложась спать, понимал, что ты за этот день сделал столько всего, что проснувшись утром, ты продолжишь это и поставишь себе новые планы в два или в три раза больше. Тогда мы будем добиваться успеха все вместе и сообща, как уже сказали ребята. Это очень важно, да? Помните, не шагу назад, не шагу на месте, а только вперед, а только все вместе. Давайте опираться на положительный опыт Советского Союза. Нет, у Советского Союза много чего-то потерпнуть, именно положительный опыт. Вместе мы сила. Да. Единица ноль, единица вздор, один даже самый малый не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Владимир Маяковский, спасибо вам огромное, друзья. Спасибо вам. Здоровья вам самое главное. Спасибо вам. И побольше воспитанников. Счастья детям. До свидания. Спасибо вам. Ура. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Спасибо.